Об открытии и проведении муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани» мы уже рассказывали в программе новостей. Каждый этап нелёгкого, но очень нужного и важного для педагогов конкурса потребовал от его участников напряжённой и очень продуктивной работы. И вот уже подведены итоги и названы имена победителей. Подробности в нашем репортаже. Славянские учителя охотно принимают участие в конкурсе «Учитель года Кубани», потому что им интересно поделиться своим опытом, обогатиться новыми знаниями и навыками, а также получить возможность взглянуть на себя со стороны, увидеть свои плюсы и минусы. Конкурс – это прекрасная школа для настоящих профессионалов. Выдержав немалую конкуренцию, финалисты конкурса смогли проявить свои таланты. Серьёзными испытаниями для них стали мастер-класс и открытый урок. И вот торжественное закрытие муниципального этапа конкурса. И в следении и рук, и в сиянии и власть мы вместе. Бьётся громоком сердца в одном из моих мы вместе. Все светая преграды, разрушая все стены мы вместе. О-о-о-о, мы вместе. Начальник управления образования Славянского района Елена Щурова поблагодарила всех участников конкурса, отметив, что это важный этап в их профессиональном развитии. Я хочу от чистого сердца поблагодарить вас за то, что вы, уважаемые участники, призёры и победители, в своём круговороте жизненных и творческих и профессиональных событий нашли это время, которое провели не только с пользой, но, я ещё уверена, с великим удовольствием. Вы познакомились, вы общались, вы делились опытом. Всё-таки мы меняем подходы конкурса, делаем их гораздо интереснее, продуктивнее. Спасибо вам за то, что мы одна большая дружная педагогическая семья. Мне очень приятно с вами работать, и сегодня на сцене мы видим лучших представителей профессии. Но там у нас сегодня дома остались такие же, которые дают уроки и всегда находятся с детьми. На мероприятии присутствовали директора школ, педагогические работники, специалисты управления образования. Директор 11-й школы Татьяна Стаценко сказала, что самая главная победа – это победа над собой. И через преодоление препятствий педагог переходит на новый уровень. Надо сделать усилия над собой и одержать эту победу. Вот вы первую победу над собой одержали. И я хочу пожелать вам, чтобы она была не последней. Идите вперёд, совершенствуйте своё мастерство. Пусть рядом с вами всегда тепло будет вашим ученикам. Пусть от ваших идей питаются ваши коллеги. Показательный мастер-класс на актуальную тему «Как добиться успеха на уроке» провела учитель биологии из 12-й школы Лидия Письменная. Участник конкурса в номинации «Учитель здоровья». Как исправить и вернуть урок в нужное русло? Нужно стать учителем-фантазёром. И вот тут я включаю фантазию. Как же сделать так, чтобы вернуть лёгкость уроку? Интересно начать его. Всем вам знакома такая технология, как триггер. Это какой-либо предмет. Что-нибудь такое, что сразу же привлекло внимание учеников. Затем началась торжественная церемония награждения победителей, призёров и лауреатов униципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года Кубани-2022». В номинации «Учитель здоровья» не было равных учителю биологии из 12-й школы Лидии Письменной. Педагог-психолог детского сада номер 24 Анна Зиновьева первенствовала в номинации «Педагог-психолог Кубани-2022». Учитель математики из 4-го лицея Алина Войтинок стала лучшей в номинации «Педагогический дебют» в Славянском районе. Это очень неожиданно, очень приятно. Ну, готовилась я, конечно, со всей отдачей. Старалась, выкраивала время среди уроков. Очень рада. В номинации «Основной конкурс» победу одержала учитель истории из 1-го лицея Анна Криховецкая. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, друзей, наставников, которые были со мной на пути к этой победе. Спасибо жюри за столь высокую оценку моего участия в конкурсе. Это ответственность в следующем этапе, которая на меня возлагается. Я буду стараться оправдать их ожидания. И, конечно же, сейчас хочу в первую очередь порадовать своих учеников результатом, потому что они мне давали энергию для участия в этом конкурсе. Я была рада поучаствовать в этом конкурсе, пообщаться со своими коллегами, приобрести новый опыт, испытать себя. Наверное, это самое главное в конкурсе. Суметь преодолеть свое волнение. Педагоги-победители в своих номинациях будут защищать честь Славянского района на краевом этапе учительского конкурса. Праздник педагогического таланта успешно завершился. Он запомнится всем, кто принял в нем участие, потому что был ярким и имел свое лицо. Самое главное, что в выигрыше остались все участники. Педагогические коллективы и для школьников есть отличные новости. Они смогут получить от своих учителей и конкурсантов больше современных, очень нужных в жизни знаний. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».